Приветствую вас. К сожалению, я бы сказал, что ваши вопросы, они из области погадать. Психологи, по крайней мере профессиональные психологи, не гадают. То есть это вот то, что я вам могу совершенно точно сказать. Профессиональные психологи не гадают. Профессиональные психологи анализируют полученную информацию и работают непосредственно с ней, с этой информацией. Поэтому ваш вопрос для начала выглядит, на мой взгляд, абсолютно некорректно. Потому что что значит, какова вероятность? Да, вероятность может быть и 100%, и 10%, и 1%, какая-то, какая разница. К вам это отношение вообще никакого на самом деле не имеет. Потому что это вероятность. И как в том анекдоте, как в том анекдоте, вероятность может быть 50 на 50, либо да, либо нет. Вот и вся, собственно говоря, вероятность. Поэтому первый ваш вопрос абсолютно не психологический. То есть не для психолога. Это больше для эзотериков. Для эзотериков вопрос. Что ещё важно? Это, пожалуй, то, что, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы написали, вероятность этого, вероятность того, что он делает извежливости близка к нулю. Но вы всё равно будете сомневаться просто потому что. Просто потому что вы сомневаетесь. Просто потому что вы в себе не уверены. Вот. Дальше, значит, второй вопрос. Могут ли из этого всего получиться отношения? Призрачные надеты всё же осталось, всё же ещё как минимум год впереди есть. Я бы сказал, что отношения получиться, конечно, могут. Но могут они получиться хорошо и идеально только в том случае, если у вас не будет надежды. Потому что надежды в данном случае, это то, что вам очень сильно вредит. Надежда это то, что вам, то, что вас очень сильно подводит. Подводит. Вот. Ибо надежда, надежда, это то, что нужно вам. Надежда это то, в чём нуждаетесь вы. Понимаете? Какая история. Надежда это то, что вам необходимо. Но отношения не может быть надеждой. Отношения не может быть чем-то, что, в общем-то, чем-то, от чего хотите вы. Не может быть отношения этим. Вот. Поэтому здесь я совершенно однозначно говорю вам, что надежда это ваше собственное личное желание. Я бы, на самом деле, поговорил бы с вами о том, что такое надежда для вас. Да? Чего вы хотите. И почему вы хотите именно этого. Ну то есть, почему вы хотите этих отношений. Зачем они вам. А дальше, если бы, если да, то хотелось бы услышать рекомендации тех, которые опираются в этом всем трэше, явно лучше меня. Ну, на самом деле, никакого трэша я не увидел. Вот. Что касается рекомендаций, а каких рекомендаций вы хотите, вам нужно работать со своей уверенностью в себе и самооценке на самом-то деле. Вот. Вот и, как бы, все рекомендации здесь. То есть, рекомендации, это к вам, они, ну, каких, каких вы рекомендаций хотите. Как вы, как, как вам вести себя с человеком, как вам вести себя с молодым человеком. Вот. Я полагаю, что вы и так, в принципе, знаете, как вести себя с ним. Я полагаю, что вам и так это прекрасно известно, как себя с ним вести. То есть, я хочу сказать, что вы, ну, как бы, вы знаете, как себя вести себя. Вот. Просто не взаимодействовать с ним и всё, и не навязываться ему, а посмотреть на то, как он, значит, ну, посмотреть на то, как он отреагирует, посмотреть на то, что он будет делать, делать и само и, к примеру, да, на контакт, там, уже не идти, допустим. Ну, просто потому, что вы предложили, аж человек, человек забыл. Вот. Но, опять же, у меня есть такое ощущение, да, у меня есть такое ощущение, что вы сами об этом знаете. Есть такое чувство, что вы, как бы, вы в курсе этого. Поэтому, к примеру, здесь могут быть только они, работать с надеждой. С надеждой не может быть на отношениях. Вот. И, если вам человек нравится, то будьте готовы, там, к примеру, для него что-то сделать, да. Если человек вам нравится только в контексте своих собственных желаний, допустим, то в этом случае сделать ничего для него я не рекомендую. Вот. Но и сближаться тогда с ним в таком случае не стоит. Вот. Так. Ну, вот, смотрите. Вы пишете, да, во время, так, значит, он мне не нравился, за те полгода мы стали больше общаться, из-за всех сил пытался не влюбляться в него. Ну, последние месяцы, эээ, часами на скучных, сидя-сидя, часами на скучных стажировках, на скучных стажировках. Эээ, смотрите, аноним. Эээ, вы говорите о таких вещах, как, эээ, продолжение влюбляться. Эээ, что это значит? То есть, почему влюблённость для вас? А. Что-то плохое. Б. Эээ, ну, собственно, как это вообще проявляется, как это вообще выражается, как это вообще, эээ, отображается у вас? В, эээ, допустим, допустим, с роднями. То есть, почему, откуда страшно влюбиться? Дальше, почему, эээ, скучные стажировки? То есть, если это работа, то это работа. Если это, эээ, вы обучаетесь профессией, то это обучение профессии. Эээ, по какой причине, эээ, насчет, эээ, стажировки могут быть скучными? Если вы работаете именно, если вы, эээ, отзаиваете новую профессию, вот. Вы меня измените, но вы, как бы, будущий специалист, и почему стажировку вы называете скучной? Хотя это получение опыта. Эээ, ну, для меня, опять же, загадка. Тут, вот, возникает вопрос о том, насколько, вообще, вы заинтересованы в, к примеру, работе, да, насколько вы заинтересованы в том, чтобы получать специальность, да, получить специальность свою, и так далее. Вот. То есть, это, это, это вот, эээ, такой момент очень важный. Дальше, эээ, значит, так, ээээ, вы, вы вдвоем, словно, на отдельной волне, заслед смеетесь, вы даже к друг другу гала постоянно приглядываете, всегда был на моей стороне, насколько я заметил, он не позволял себе сомнительно вежливых высказываний в мою сторону. Что значит всегда был на вашей стороне, и что значит сомнительно вежливые высказывания в вашей стороне, вообще как? Такое ощущение, знаете, что вам не хватает, эээ, чувства собственной значимости. Такое ощущение, что вам не хватает чувства нужны, ну, то есть, что, эээ, чувства, что вы нужны, эээ, человеку. Вот. Такое впечатление, что вам вот очень не хватает, знаете, как, эээ, ну, к примеру, да, чего-то своего, Вот просто вот чего-то своего вам не хватает, такое у меня впечатление сложилось. Вот, могу ошибаться, конечно, могу ошибаться, но мне это приходит показать, что так. Потому что то, о чём вы говорите, да, это ни в коем случае не отношение, просто проведение времени вместе и всё. То есть вы даже, по сути, один на один время запроводили. Ну, по факту, один на один время бы не проводили. Вот. И это, на самом деле, очень важно показаться. Мужчине может быть с вами хорошо, мужчине может быть с вами приятно. Вот, ни о какой вежливости речь там не идёт, в принципе, потому что вежливость это всё-таки совсем другая история, именно вежливость, это совсем другая история, это когда люди делают, делают что-то из вежливости. Вот. Здесь у вас, поверьте мне, не так. Здесь у вас вежливости именно не так. Ну, мужчине просто хорошо с вами, мужчине просто было приятно с вами. Вот. Ему комфортно с вами, весело с вами. Вот. Но это, опять же, не значит, что у вас будут именно отношения, это, опять же, не значит, что у вас возложены отношения и так далее. То есть здесь вы, на мой взгляд, здесь вы выдавали, да и, в принципе, продолжаете выдавать желаемое за действительное, что, на мой взгляд, неприемному. Вот. Дальше. Общался со мной охотнее, чем с другими девушками, да, то есть здесь вы сравниваете себя с другими девушками, что тоже говорит о том, что вы в себе не уверены и, возможно, никогда не до конца себя принимаете. Вот. Значит, иногда меня пугала его осведомлённость, так как он всегда знал обо мне немного больше, чем я говорил, упоминал все мои слова из суточки. Ну, это, опять же, может быть, связано с тем, что человеку интересно, да, ему интересно надо общаться, но интересные чувства, вещи разные. Я действительно думал, что это могло стать чем-то большим, мне было сообщение о чем и что вы делали для того, чтобы это стало чем-то, чем-то большим. Во время сессии мы не виделись в разных группах. В то время, когда они продавали зарплату со стажировки, я решил предложить ему поехать вместе, он согласился за докладом, но потом, как получилось, об этом забыл. Вот с этого момента мы даже не общались, так он уехал в другой город работать на 100 лет. Ну, с учётом того, что вы сказали, вы в начале отношений проявили, как бы, видорство безразличия, да, и потом, по факту, не проявляли никак своего желания наступить в отношениях, то я полагаю, я полагаю, что мужчина мог абсолютно справедливо считать, что он вам не нужен. То есть, да, просто хорошо пообщался и всё. Вот. Короче говоря, я думаю, что работать можно очень долго. Если у вас здесь к нему чувства, если вы эти чувства испытываете к нему, если это не связано с вашими желаниями, то здесь нужно проанализировать влюблённость. Вот. Смело выражайте ему, смело говорите ему о них проблем, в этом никаких проблем нет. Это хорошо, если вы будете говорить, ну, об этом ему, если вы скажете. Но только при условии, если говорить это будет именно для него, а не для себя. Если вы это будете делать для себя, то нет, это очень плохо. Вот. И поработать нужно с вашей надеждой, которая очень сильно вам мешает, на мой взгляд. Вот. Очень сильно мешает вам надежда. Вот. Так что, ну, как бы в норме, её быть не должно быть в норме. Это такая, что человек поздравится, не проводится время. Вот. И, соответственно, чувства ваши, если они возникают, да, то они выражаются в том, что вы хотите вам что-то для человека сделать. Здесь у меня возникло такое ощущение, что вы в нём именно нуждаетесь. В том, что он отношения вам не нравятся. И такое ощущение, что понравилось вам именно его отношение к вам. Что это не он сам, а то, как он к вам относится. Не он сам, а то, как он вас видит. Сам по сути дал вам то, в чем вы нуждаетесь. Я не думаю, что это хорошее подспорье для отношений, если честно. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Вот. Обязательно с этой ситуацией нужно разобраться. Вам отходить от позиции габания, вам отходить от каких-то предположений. Больше опираться на реальный факт, на свои чувства, на свои желания. Вот. И, возможно, посмотреть на свои противоречия, которые у вас, собственно говоря, есть. Вот. Вот. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова